до темы проповеди начну второзаконие 31 глава 8 стих второзаконие 31 8 господь сам пойдет пред тобою сам будет с тобою не отступит от тебя и не оставит тебя не бойся и не ужасайся какой ободряющий стих правда для нашего времени такой стих вот вот знаете вот наверно взял бы его как подорожник в детстве вот лизнул бы приложил и вот чтобы он работал ну смотрите ну боже мой я когда прочитал этот стих я думаю боже мой это же просто не просто елей на сердце это же просто это перекись водорода на рану причем совершенно но у меня такой вопрос я люблю вопросы почему я должен верить этому стиху почему я должен верить что не просто то что написано в этом стихе это правда почему я должен верить, что это произойдет, и это произойдет со мной. Почему я могу в это верить? Почему я могу быть уверенным? Я не буду использовать слово убежденным, или гарантированно убежденным. Почему я могу просто доверять этому? В чем причина? Я хочу вам сказать, друзья, есть на то причина. Бог, о котором здесь написано, что Господь сам пойдет пред тобою, у него есть одно уникальное свойство, о котором мы зачастую мы забываем. Бог, кроме всего прекрасного, замечательного, огромного, всего, что он сотворил, он является автором, производителем, идеологом и творцом одной вещи, которая называется одного слова. Но оно на самом деле содержит в себе очень много. Это слово называется завет. Кто из вас слышал это слово? Завет. Бог сотворил завет. Завет. Когда мы слышим слово завет, для большинства это такое, знаете, старое какое-то слово, которое уже вышло из употребления. Кто-то говорит, а это ветхий завет, новый завет и так далее. Нет, друзья, завет это некое, это не юридический термин, это некое явление, которое, к сожалению, в наше время оно утратило свой, не только смысл, свою ценность, оно свою действенность утратило. Вы знаете, почему я могу верить в то, что этот стих в моей жизни всегда будет? Потому что Бог, который, прежде чем он сказал этот стих, он создал такое понятие, как завет, и создав понятие, он буквально, смотрите, все, что говорит Бог, он связывает, он автоматически вносит все, что написано в Библии в рамке понятия слова завет. И я бы сегодня как раз об этом хотел говорить с вами. Тема сегодняшней проповеди называется следующим образом. Три жизненных завета с Богом. Три. Есть три жизненных завета, друзья, которые действуют в жизни, или должны действовать в жизни каждого человека и христианина. Но перед этим, друзья, давайте сделаем небольшое вступление. Итак, что такое завет? Завет – это договор между двумя сторонами, который никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах не имеет обратного действия. Это не Будапештский меморандум, друзья. Это не Версальский договор, который был подписан после Первой мировой войны. Это ничего из того, что вы знаете о каких-то договорах, друзья, в этом мире. Знаете, сегодня при слове договор большинство людей говорят, давайте подпишем договор. У нас люди договора не подписывают. Знаете, почему? Потому что этот договор, его стоимость зачастую, стоимость договора ниже, чем стоимость бумаги, на которой он напечатан. Вы знаете об этом? Откуда мы взяли договор? Вообще, откуда возникло это понятие? Кто-то говорит, о, это из римского права идет. Кто-то говорит, нет, это еще из греческой там философии и так далее. Друзья, автором понятия договор и любого договора, то есть заключение некого соглашения между двумя сторонами является Бог. Когда мы, откуда мы это знаем? В первую очередь, знаете, что он о себе сказал? Он говорит, мы три едины, Отец, Сын и Дух Святой. И вы знаете, друзья, когда они поссорятся? Никогда. Потому что они, Бог, Он, Отец, Сын и Дух Святой, каждый из них, они являются авторами, участниками и творцами понятия завет. Для них завет двусторонний договор, который не имеет никогда обратного действия, он является верным. То есть Бог буквально связывает себя. Я прочитаю вам одно место из Писания еще, которое поможет нам немножечко понять. Например, давайте прочтем с вами место из Писания числа 23.19. Числа 23.19. Написаны следующие слова. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнить. Вы представляете, друзья? Вот это заветное понимание или заветное отношение ко всему, кто ты есть. Я хочу вам сказать, в нашем мире, в котором мы живем, тоже есть, или точнее скажу так, должно быть масса примеров, которые должны нести в себе отражать завет. Кто мне приведет примеры в нашем современном мире, которые должны нести на себе печать этого завета? Семья, например, да? Кто согласится, что семья, она создается на века, правда? Ну, пока смерть не разлучит нас. Кто говорил эти слова? А кто понимает, друзья, что семь из десяти людей в течение пяти первых лет, статистика показывает наша, довоенная, они скажут, ну, извини. Не сошлись характерами. И мне нравится пример, который пастор Валя всегда приводит. Она говорит, у каждого из нас есть брат или сестра. У кого есть братья и сестры? Родные есть? А кто с ними дрался в детстве? Так что, вы после очередной драки шли в ЗАГС и говорили, вычеркните из моей метрики этого негодяя. Знать его не хочу, родственникам не хочу его видеть или иметь. Слушайте, завет, это никогда ты не аннулируешь его. То есть, это есть. Пример еще может быть, друзья, пример, это взаимоотношения родителей и детей. Когда ребенок рождается, скажите, чего ребенок не ожидает от своей мамы и папы? Что его отдадут в детский дом? Он не ожидает. Вы понимаете, ребенок абсолютно доверяет родителям. И когда родители ему говорят, сынок, это для тебя лучше, маленькие особенно, знаете, до четырех лет они говорят, да, ну хорошо. Я помню, как Илюшку сегодня смотрел на него, он сам одевается там, гладит все. А я помню, помнишь, когда он маленький-маленький был, три годика ему, знаете, одеваешь ему. Так, сына, вот это одень. Он такой, знаете, у него великое достижение. Мы ему положили, он сам одел, он такой довольный, сам оделся. А на самом-то деле, друзья, он полностью зависит от вас. Он доверяется вам полностью. Взаимоотношения родителей и детей. Кто понимает, что в бизнесе тоже должны быть такие договорные заветные отношения? Сейчас, смотрю, все бизнесмены улыбнулись. Тут, знаете, тут так, тут, когда ты заключаешь договор, друзья, я думаю, что профессия юристов, она никогда не умрет. Чем более изощренным и развитым становится наше общество, тем больше мы испытываем потребность юристов с поврежденным разумом, которые способны предвидеть и предугадывать все возможные немыслимые варианты развития событий. Один человек сказал мудрую вещь. Подписывайте договора. Даже если у вас в самых лучших отношениях с человеком, подписывайте договор. Договор мы создаем и подписываем, друзья, не для хороших времен, а для плохих. Потому что есть моменты, когда мы говорим, я больше не хочу быть в завете, я больше не готов нести договорные отношения. Давайте возьмем пример. Дружба, друзья, какая должна быть? Помните песенка? Дружба крепкая не сломает, ага, не в наше время. Почему? Почему? Давайте еще раз вернемся к этому месту из Писания, с которого мы начали, с которого началась. Второзаконие 31.8. Смотрите еще раз. Господь сам поймет, идет пред тобою. Вы понимаете, друзья, эти слова нельзя читать без осознания, осмысленности, без понимания, без позиции завета. Потому что если, если я их читаю без этого, у меня проблема. Они не имеют смысла, они не имеют веса, они вообще просто пустые слова. Мы как-то общались, я помню, с пастором Иваном, по-моему, общались с одним военным. И он говорит, знаете, самая большая проблема, говорит, я стою здесь, я знаю мою позицию, слева от меня эта бригада, справа от меня эта бригада. И то, чего больше всего удивляет и больше всего поражает во время войны, когда он, я поворачиваюсь, говорит, а там русские. Там, где должны наши стоять. А там русские. Почему? Потому что, говорит, они увидели что-то и отошли назад. Но нам забыли об этом сказать. Я совершенно спокойно стреляю вперед, а тут опасность оказывается не спереди, а слева уже. А потом, говорит, я смотрю направо и справа уже опасность. И он рассказывает, мы вынуждены назад отойти. Из-за чего? Не из-за того, что они наступили, а из-за того, что эти ушли. Понимаете? То есть ты полагаешься на этого человека, ты ожидаешь, ты веришь, ты доверяешься. Понимаете? Друзья, если это убрать, тогда вот этот стих он не имеет, еще раз повторяю, никакого ни смысла, ни юридического смысла, ничего не имеет. Господь пойдет пред тобою, сам будет с тобой, не отступит от тебя. Не отступит от тебя. Люди, друзья, которые забыли о позиции завета, придумали даже пословицу на Бога надейся, а сам не плашай. Бог же сказал, что он будет с тобой, не отступит от тебя. Смотрите, и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся. Как приобрести, как обрести этот завет? Друзья, сейчас мы с вами к этому дойдем. Итак, друзья, Бог создал этот завет. Завет – это Божья инициатива, это его идея, это его концепция, это позиция его жизни, сердца, это позиция его существования. Давайте мы прочитаем с вами Евангелие от Луки, 22 глава, 20 стих. Это о завете, о новом завете, завете, в котором мы с вами живем, который Бог заключил сегодня с вами. Смотрите, так же и чашу после вечери взял, говоря, сия чаша есть новый, что? Он говорит, это новый договор. В чем смысл этого договора? Тот же самый, как и в второзаконии. Он не оставит и не покинет. Знаете, мне жалко, честно такую оговорочку сделаю, мне жалко людей сегодня, которые говорят, все, что было в ветхом завете, оно уже не касается нас. В нашей жизни теперь только новый завет. Скажите мне, что есть в новом завете того, чего нету в старом? И что есть в старом завете того, что Бог убрал бы в новом? Ничего. Просто в новом завете, знаете, что он сказал? Он говорит, если в ветхом завете я пролил кровь животных, чтобы закрепить этот завет, то в новом завете я проливаю кровь своего сына. А все то же самое осталось. Те же десять западных. Ничего не изменилось, друзья. И смотрите, он говорит, это есть новый завет. Завет в моей крови, которая за вас проливается. То есть, друзья, Бог не собирается ничего менять. Он не будет ничего менять. Он хочет, у него эти договорные отношения он принес. Но, помните, я сказал вначале, что завет это договор между сколькими сторонами? Двумя. Двумя сторонами. У нас очень специфическое понимание завета. Я приведу вам сейчас примеры некоторые, чтобы вы понимали, насколько у нас зачастую искаженное понимание самих заветов. Само понимание. Я бы хотел, чтобы мы его восстановили. Это, кстати, вот эта оговорочка такой, рефрен небольшой, возвращаясь к вопросу коррупции. Послушайте сейчас эти моменты следующие. Ну вот возьмем пример. Кто из вас слышал такое выражение в современном обществе? Девушка выходит замуж за парня и говорит, ты должен меня обеспечивать. Ты должен меня, нашу семью обеспечивать. У меня вопрос. Вы понимаете, что это неправомочно? Ну, смотрите. Что является договором? Помните, две стороны. Что является договором? Например, я говорю, Илья, или там кто-то. Я говорю, смотри, я хочу, я готов продать тебе эту воду. Он говорит, за сколько? Я говорю, 10 гривен. Он говорит, окей. Я продаю ему воду, отдаю ему воду, а он взамен дает мне что? 10 гривен. Правомочно? Правомочно. Смотрите, а если я говорю, Илья, я хочу продать тебе воду, обычную простую воду, но я хочу за нее миллион долларов. Смотрите внимательно. А у него нету возможности больше нигде взять воду. Как вы считаете, это честно или нет? Подождите. Видите, оказывается, должно быть два участника договора. Так вот смотрите, когда девушка говорит о том, что ты обязан, ты должен, вы понимаете, не может быть одна сторона. Я думаю, что она обязана сказать, ты должен меня обеспечивать, потому что я, и озвучивает вторую сторону. Вы понимаете, озвучивание одной стороны, это очень странный договор. Вы понимаете, озвучивание одной стороны, это очень странный договор. Вы скажете, ну это люди, люди. А послушайте, а в наших отношениях с Богом разве не так? Большинство молитв наших о чем? Это мантровая, простите меня сейчас, я знаю, как мантру читаем, мы напоминаем как мантру Богу все благословения, которые он должен дать кому? Нам. Мы как мантру читаем, и Господи, ты сказал в этом слове вот это, вот это, вот это, Господи, здесь ты обещал мне вот это, вот это, здесь ты вот это, вот это, вот это, это все, да и аминь, это круто на самом деле. Некоторые люди говорят, так что, вы говорите, Бог не должен? Бог должен, правда, но давайте озвучим вторую сторону. А что там второй стороны-то? А что там? Я человек маленький, в политике не разбираюсь, тут я, мне до этого дела нету, я ж не тут как бы, это, это, они там наверху пускай разбираются себе. Друзья, договор, завет, это договор двухсторонний, вы понимаете, он двухсторонний, поэтому когда Бог говорит, вот это, смотрите, он говорит, эта чаша есть, мой новый завет, вы понимаете, что если ты принимаешь, сегодня у нас будет причастие, если ты принимаешь это причастие, то ты становишься участником двустороннего договора, который не имеет обратного действия. Смотрите, сегодня было водное крещение, скажите мне, пожалуйста, некоторые говорят, надо перекрещиваться, мы не перекрещиваем, сразу хочу сказать, в нашей церкви никого не перекрещивают. Но я же принимал водное крещение, когда мне было 7 дней. Вы реально его принимали или вас там топили в ванной? В купеле? Понимаете? Ну, если ты не можешь, друзья, ну, договор, вы знаете, что нотариус, почему нотариуса вызывают подписывать, когда человек при смерти завещание? Что должен сделать в первую очередь нотариус? Убедиться, что человек при розуме, плитями. То есть он понимает, он несет ответственность за свои действия. Когда происходит водное крещение, вот почему мы делаем только в зрелом возрасте, когда человек осмысленное решение принимает. Но это решение завет, он двусторонний. То есть я ожидаю, что Бог принимает меня в свою семью. Я со своей стороны буду членом его семьи. Понимаете, друзья? Вот как происходит. У нас брат один в церкви, кто помнит, может быть, Вова Барилюк, он, к сожалению, сейчас в Германии. Нет, с ним все в порядке. Он просто, я имею в виду, в Германии находится, он с детским домом, с интернатом его вывезли туда, ну, эвакуировали, и он там остался работать, потому что, ну, как бы, ну, куда ему деться оттуда. Но вот он рассказал, он работал в такое интересное заведение. Я вначале долго-долго пытался, я его долго расспрашивал, говорю, Вова, объясни мне, как это работает. В общем, это заведение, в котором в основном дети примерно так с 12 до 18 лет, плюс-минус. Что это за дети? Это дети, у которых есть и папа, и мама, у которых есть дом, у которых есть семья. Но по каким-то причинам их поведения семья в какой-то момент времени приводит их в этот интернат и говорит, мы не можем с ними справиться. То есть они говорят буквально, мы со своей стороны делаем все, чтобы быть семьей для этого человека, для этого ребенка, а он со своей стороны не выполняет никаких отношений. Ну, вообще никаких, то есть совершенно, они говорят, с этим человеком невозможно ни о чем разговаривать ребенком и договариваться печально, прискорбно, но, к сожалению, это имеет место быть. Хочу вам сказать, друзья, договор, наш завет с Богом, он также двусторонний. Он подразумевает и наше участие. Давайте я прочитаю вам одно из, одно место из Библии. Книга Откровения и Откровение Иоанна Богослова, 21 глава, 3 стих. Это о грядущих, друзья, о грядущих событиях. Смотрите. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот, обратите внимание, скиния Бога с человеками». Если кто-то из вас забыл, помните, у нас было целое, мы в прошлом году разбирали целые два месяца, у нас было о скинии. Мы говорили, скиния, а, в этом году, сори, скиния присутствия Божьего разбирали. Так вот, друзья, в Ветхом Завете скиния, это было место, где обитал Бог и куда приходили люди. То есть можно сказать, что это было скиния Бога. Но в Новом Завете Бог говорит, это будет скиния Бога и людей. То есть скиния, в которой мы будем жить. Вот почему мы говорим о Божьем присутствии, друзья, как атмосфере, в которой должен жить христианин. Жизнь христианина созидается в атмосфере Божьего присутствия. И он говорит, чем это гарантируется? И он будет обитать с ними. Бог выполняет свое обещание? О, да. А они будут его народом. Что означает «будут его народом»? Это означает, они добровольно подчиняют себя всему, что будет говорить их Бог. Они подчиняют себя. Скажите мне, друзья, это участие второй стороны? Да. Некоторые люди цитируют это местописание, только первую его часть. Он будет моим Богом. Он будет обитать со мной. Он будет всегда. Он не оставит меня. Он не покинет меня. Послушайте, если ты хочешь, чтобы Бог тебя не оставлял и не покидал, знаете, что нужно делать? Будь его народом. То есть, войди с Богом в заветные отношения, в которых ты обязуешься или ты обязуешь себя быть его народом. Быть его народом. Вы знаете, одна из причин, по которой распадаются семьи, заключается в том, что или муж, или жена, они становятся вероломными. Они выходят из нормальных взаимоотношений в семье. То есть, грубо говоря, в принципе, в каждой семье бывают невзгоды, да, многоразды. Плюсы, минусы, всякое бывает в каждой семье. Но когда люди принимают решение разводиться, когда один из людей ведет себя, он нарушает заветные взаимоотношения. Что это значит? Например, да, мужчина, женясь, он действительно берет на себя одну из ответственностей обеспечивать. То есть, сделать так, чтобы была финансовая стабильность в семье. Как он это обеспечивает? Либо он сам работает, либо они вместе работают. Вы понимаете? Это их договор между собой. Улавливаете? Это не обязательно только один мужчина должен работать. Но в чем суть? Когда мужчина говорит, я буду, и он прекращает это делать, и он приносит, относит свою зарплату в игровые автоматы. Скажите мне, что он сделал в такой семье? Он нарушил завет. Он был вероломным, он поступил. Или, например, я буду верным тебе одной. А потом он говорит, тебе одной, и ей одной, и ей одной, и ей одной. Вы понимаете, почему Бог говорит, это уже не завет? То есть, это уже нарушение завета получается. Так вот, быть народом Бога, друзья, кто-то скажет, ох что, теперь я не имею права. Послушайте, Бог такой прекрасный правитель, в котором он дает право нам делать все абсолютно. Что хочешь? Что хочешь? Но он говорит, ну воздаяние, извините, будет. Он не рубает руки. В Ветхом Завете, если человек согрешил, его тут же должны были что сделать? Побить камнями. В Новом Завете, друзья, единственное, что изменилось, нас Бог не уничтожает. Сразу. Но это не отменяет действие завета, вы понимаете? Или нарушение завета. Поэтому, друзья, смотрите, быть народом Бога, это означает, что Бог ожидает. То есть, мы живем в Завете с Ним. И вот я хочу сегодня вас познакомить с тремя составляющими, жизненными составляющими этого завета. И те, кто принимали сегодня водное крещение, и те, кто раньше принимали водное крещение, те, кто, кстати, раньше принимали водное крещение, я вам особенно хочу это напомнить. Те, кто сегодня принимали, у них это свежо, поверьте, они сделали сегодня свой шаг. А те, кто давно уже приняли, мы иногда так, знаете, я за вас рад, рад за тебя, дружище, рад за тебя. Знаете, это так похоже для меня, как некоторые люди, которые в 60 лет, знаете, такие, эх, которые уже там присесть не получается до конца, они идут такой, знаете, и бегут там какие-то спортсмены, они говорят, рад за тебя, дружище, бегай, тебе полезно. Нет, друзья, тебе тоже полезно, кстати. Тебе тоже, можешь не бегать, но хотя бы ходить. Тоже полезно. Так вот, друзья, что это за три завета? Давайте прочтем одно место из Писания, из которого мы будем базировать это. Евангелие от Марка, 12 глава, 33 стих. Евангелие от Марка, 12, 33. «И любить Его, то есть Бога, всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого...» Вы верите в меня, вы знаете, что я наизусть знаю это, да? Ну ладно. «И как самого себя есть больше всех всесожжений и жертв». Друзья, есть три завета, очень важных, три составляющих, три жизненных завета. Первый, я его назвал так, завет истины, второй называется завет верности, и третий – это завет любви. Завет истины, завет верности, завет любви. О чьей стороне мы сейчас говорим? О нашей, о человеческой. То есть Бог от нас в завете с Ним ожидает три простых вещи. Завет истины, завет верности, завет любви. Три вещи, которые Он от нас ждет. Давайте посмотрим на этот стих, будем от него отталкиваться. Библия говорит здесь нам, любить кого? Его, Бога. Любить Бога. Знаете, сегодня много можно услышать, сегодня есть много классных, неплохих учений. Послушайте, я не говорю, что они плохие, но есть, например, такое «надо любить себя». Вопрос, надо ли любить себя? Да. Но я хочу вам сказать, любить себя надо не настолько, чтобы любить Бога меньше. Вы знаете, когда проблема наступает с тем, чтобы любить себя? Проблема с тем, чтобы любить себя, наступает тогда, когда мы начинаем любить себя больше, чем мы любим Бога и Его истину. И это завет истины. Завет истины, друзья, я вот написал для себя так. Это выбор истины Божьей в своей жизни и поставление этой истины выше любой своей правды или правды этого мира. Вы знаете, что мир говорит сегодня в жизни человека миллионами голосов. Одни говорят «делай это», другие говорят «делай это». И каждый аргументированно говорит. Одни говорят «ненавидь всех», другие говорят «нет, надо всех любить». Третьи говорят «надо так», «надо так». Самым важным в жизни христианина, и это наш завет, с ним должен быть, что бы ни происходило, я должен любить истину больше, чем я люблю свою правду и самого себя. Кто-то говорит «надо любить людей», «надо любить людей». Но людей нельзя любить больше, чем ты любишь Бога. Вы знаете, одна из вещей, которая для меня в свое время стала, скажем, я не буду говорить решающей, но очень значимой. Как-то моя жена, до того, как мы женились, она озвучила такую одну фразу. Может, для кого-то она сейчас покажется странной, но вы ее запомните. И она говорит «я всегда буду любить Бога больше, чем я люблю тебя». Вот подумайте над этой фразой. Что она означает? Для меня это гарантия. Это гарантия того, что моя жена будет верна мне. Вы понимаете, друзья? Если бы она сказала «ты знаешь, я буду любить тебя больше всего в этой жизни», вот меня бы, честно, это напрягло очень сильно. Что это означает? Это означает, что она будет любить меня. Вопрос «идеальный ли я?» Вы идеальны? Нет. Не льсти. Не льсти. Друзья, мы не идеальны. А знаете, что это означает? Это означает, что у тебя есть риск, что однажды она может, или он может. Знаете, что удивляет людей? Как он мог меня предать? Все очень просто. Нельзя идеализировать. Когда мы очаровываемся людьми, мы однажды рискуем быть разочарованными ими. Поэтому нужно любить всегда, поставить выше себя и своей правды, и своего мнения, кого? Бога. И только Бога. Только Бога. Это завет истины. Сколько раз, скажите, иногда бывает так, подмывает поступить по-другому. Бывает у кого-то? Ну, иногда подмывает. Бывает же? Ну, бывает, ну, честно. Ну, бывает. Бывает. И так, знаете, так сладко кто-то тебе спел, и ты самая лучшая. И ты самая неповторимая, и ты самая изумительная, и ты самая превосходная. Помните, как это Ирина Муравьева уже ходит, и она уже такая, все, она уже поверила в себя. Друзья, нет, его истина. А иногда, наоборот, бывает, некоторые люди, друзья, не могут принять эту правду о себе. Бог говорит, я назвал тебя по имени. Что это означает? Это означает это имя. Помните, всегда в древности имя, это судьба человека. Он говорит, я назвал тебя по имени, значит, он говорит, я проговорил твою судьбу. Я произнес твою судьбу. У тебя есть будущность и надежда, потому что я сказал. А если Бог сказал вопрос, это может иметь обратное действие? Нет. Он говорит, я назвал тебя по имени. Она говорит, но мне бы так хотелось, чтобы был рядом кто-то, кто по-настоящему меня оценит. Так тебя уже давно оценили. Тебя уже давно оценили. Кто тебя оценил? Бог. Ну, это одно. О, ну, вот если бы нашелся какой-то мужчина, который меня оценит. Слушайте, знаете, у меня где-то в фейсбуке выскочила одна такая интересная картинка. Ничего личного. Это про то, что девушки иногда они любят ушами. Она проходит, знаете, рядом такой, проходит парень и молча манья, она типа, фу. А потом проходит вторая картинка, рядом там бомж в подворотне, она ему там дала бутербродик, и он такой, богиня неповторимая. Так свяжитесь с ним судьбу. Он же вас оценил по-настоящему. Нет. Понимаете, друзья, нам нужно научиться верить Богу. И первое, еще раз говорю, первый наш завет, Бог ожидает от нас. Когда мы принимаем водное крещение, это означает, что я буду верить Ему, я буду верить Его Слову. Помните эта песня, кто помнит старая? Чьим словам поверите вы? Чьим словам? Почему я верю Богу? Слушайте, я верю Богу, внимание, не потому что мне нравится то, что Он говорит. Есть много верующих, которые, знаете, говорят, ох, какое местописание. А еще вот чуть-чуть, потрите чуть-чуть. А слушайте, это не так. Знаете, что означает завет истины? Это означает, что когда я принимаю покаяние, когда я принимаю водное крещение, в этот момент я принимаю решение верить Его Слову. И если Он говорит, что я буду рядом с тобой, помните, как вылетает, проходя долиной плача, открывают в ней источники. Проходя долиной плача, мы говорим, Господи, я только мне нравится часть места исписания про источники, а про долину плача мне не нравится это место исписания. Ну ты же принимай истину. Понимаете, принять истину, это означает принять то, что Он говорит о тебе. Если Он говорит тебе иногда о том, что я буду тебя обрезать, значит, Он тебя будет обрезать. Нравится ли обрезание? Не нравится оно мне, но я его принимаю. Почему? Потому что я верю, что его истина, она выше всего. Это первый завет истины. Второй завет, друзья, это завет верности. Можно это место исписания вернуть, пожалуйста, на место? Завет верности, что он означает? Завет верности, друзья, написано всем сердцем, всем умом, всей душой, всей крепостью. Что это означает? Если вы сопоставите вместе, составите вот эти все четыре составляющие, четыре компонента, то крепость, это касается моего тела, душа, простите, ум, ум, это касается моей души, душа, и всем сердцем это касается моего духа. Скажите, пожалуйста, какая часть меня может не быть верной Богу? Согласно этого места исписания. В завете с Богом. Как Бог смотрит на меня? Я весь, полностью и целиком, правда? Ну вот представьте себе, например, у вас есть муж, и он верен вам 364,5 дня в году. Тотально, только вам, никому другой, только вам, 364,5 дня в каждом Божьем году. Кто из вас согласится? О, нормально, ничего так, гарантированно. Или не согласны на такое? Нет? А чего? Ой, а высокосный год-то вообще трагедия, полтора? Понимаете, друзья, какая штука? Мы хотим, смотрите, к нам Бог должен быть и всем сердцем, правда? И всей душой, правда? И всей крепостью, правда? И всем разумением, правда? Правда. Мы хотим, чтобы к нам Он так был, А Бог говорит, я хочу, чтобы вы были Моим народом. То есть, я хочу, чтобы и вы были верны Мне. В чем? В разуме своем, в сердце своем, в действиях своих. Аминь. Я, знаете, я помню, у меня был один из величайших шоков у меня в жизни был. Мы как-то в 2006 году, мы приехали, только мы поехали на миссию. И приехали в Америку, знаете, как молодой начинающий такой миссионер, пастор. У меня церкви же нету, я ищу, как же найти людей. И я помню момент, мы приехали к торговому центру, выходим с машины, там, и жена говорит, я пойду в магазин. А я вижу там, где-то метров за 300-400, на другом, там парковки огромные, на другом конце парковки, смотрю, какой-то дядечка стоит, курит. Я такой по виду вижу, о, наш клиент. Богдан бы тоже побежал, наверное. Вот, наш клиент, я вижу точно. И я, значит, жена туда, я говорю, я сейчас тебя догоню, и я через эту всю парковку метусь туда, знаете, так подбегаю к нему, чтобы не запыхаться, чтобы нормальным был. Ну, подбегаю, так, знаете, так, не спеша, я говорю, вы знаете, Бог вас любит. И вот тут у меня был шок, честно, вот просто вообще. Он поворачивается ко мне с этой сигаретой и говорит, аллилуйя, брат! Вот, как вам сказать, в моем, как это называется, как, когда делают, пишут человеку, как делать себя, не чек-листа, а? Не, не резюме. Когда тебе пишут, скрин, ну, как, чек-лист, не, не чек-лист. Когда тебе говорят, что надо, ну, написать, ну, да, не скрин, по-другому называется, ну, ладно. Короче, в моем сценарии такого ответа не было, вы понимаете? Ну, в алгоритме, я все знаю, там, знаете, он мог сказать о том, что я не верю. В моем сценарии было, я не религиозный. В моем сценарии, я там обиделся на Бога. Все, что хочешь. Аллилуйя, брат, я не ожидал услышать. Я не понимаю, как его евангелизировать, понимаете? Не понимаю. Я вот стою, у меня, знаете, такой, все, мой счетчик считает, компьютер работает, ответов не находится. Первое, что мне хотелось сказать, мне хотелось взять эту сигарету и растоптать ее, искать, не кури, брат, ты что, и обличить его. Я понимаю, не сработает. Ну, вы поняли, это процесс. И я такой ему, тучу-тучу-тучу-тучу, и разговариваю. И тут он мне выдает вторую фразу, которая меня вообще полностью разломала, все мои полностью, там, чек-листы, скрины, все. Он мне говорит о том, что, она говорит, ты знаешь, Бог тебя тоже любит. И я ему начинаю говорить что-то про Курева, а он мне выдает. Говорит, слушай, мое тело идет в ад, а мои дела идут в ад, а я иду к Богу в вечности быть с ним. И у меня тут вообще так, фух, обрубило всю мою теологию. Шаблон порвало. Разрыв шаблона произошел. Я не понимаю, что мне с ним, что ему отвечать. И тут, знаете, вот в этот момент, ну, конечно, потом я собрался немножко так, поднаехал, я к чему веду, смотрите. Друзья, когда мы говорим, что христианин любит Бога всей крепостью, вы понимаете, что это не означает о том, что я, например, ворую, но верю, что я спасен. Вы понимаете, это какой-то нонсенс, правда? Ну, представьте себе, вы приходите домой, ну, простите, такая штука, там какой-то мужчина, и ваша жена готовит ему кушать. Я не буду усугублять, просто готовит ему кушать. Для меня лично это уже достаточно. Более того, скажу, это самый опасный грех. Нельзя. В моем доме моя жена готовит другому человеку кушать, это да, это несерьезно. Я шучу, вы поняли, чтобы это была шутка немножко, чтобы разбавить. Вы понимаете, друзья? И она мне говорит, знаете, вот это самое, мы с женой всегда смеемся, самая козырная фраза. Это не то, что ты подумал. А что я должен думать был? Ну, вот что я должен думать? Вместе вунов играют они. В карты. Или телевизор. Что они делают вместе? Кулинарные курсы открыли, да? Это не то, ой-ой-ой-ой. Это не то, что ты подумал. Послушайте, вы понимаете, друзья? Что точно так же Бог смотрит на наш жизнь в завете с Ним, и когда Он смотрит, Он говорит, послушай, я знаю, что я думаю, когда я об этом думаю. Потому что знаете, что Бог знает наше сердце? Кто из вас знает об этом? Я помню однажды, у меня тоже был разрыв шаблона, помнишь, когда-то мы, мы только поженились, по-моему, на метро Крещатик выхожу, и стоит один брат из церкви, он там в прославлении играл тогда, стоит с пивом и пьет. Я говорю, Юрчик, ты что, нельзя пить, это же пиво. Говорит, ответ, разрыв шаблона. Он говорит, мое сердце меня не осуждает. Как мне, вы понимаете, что так не должно быть, почему? Потому что Библия говорит, что я должен любить Бога, смотрите, Его, всем чем? Сердцем, всем умом. То есть мой ум не должен говорить извращенные, понимаете, вещи. Он не должен их производить. Всей душою и всей крепостью любить Его, вы понимаете? Я Его должен любить. Это завет верности. Это завет верности. Вопрос теперь, внимание ко всем. А бывает ли иногда так, что человек может в этом завете верности оступиться? Иногда бывает, к сожалению. Но что делает завет верности? Он возвращает нас к завету истины, который говорит нам, если ты упал, покайся. Праведник семь раз упадет и все равно поднимется. Вставай! Завет истины, друзья, гарантирует нам возврат к завету верности. Представляете, какая штука? Как это работает? И третий завет, друзья, это завет любви. Обратите внимание, какое ключевое или общее слово в этом стихе? Скажите мне. Любить. 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 Видите, он говорит любить. Что такое завет любви, друзья? Завет любви, это означает... Для меня слово любовь, вообще в Библии мы читаем слово любовь, синонимом или тождественно, это слово тождественно понятию жертва. Знаете, что такое любить? Любить, это когда... Вот для меня самое такое проявление любви, я помню, когда у нас Илюшка родился, и у жены были вопросы, там проблемы были небольшие с кормлением. Помнишь, ну, по ночам тяжело было, короче, кормить, и он как-то по-своему специфически все это воспринимал, процесс. И знаете, я помню этот момент, когда жена просыпается, там нужно сделать там молоко в бутылочку, и вот она сидит, я смотрю на нее, знаете, в кровати, ты же просто просыпаешь, сидит она вот так, знаете, его бутылочку эту поставила, сидит так... Вот это любить. Вот в этот момент она его любит, вы понимаете? Что доказывает эту любовь, скажите, в этот момент? Жертва. Вот и все. То есть ты не можешь, вы понимаете, невозможно любить, если нет жертвы. Есть такая книга, потрясающая книга, написал ее Гарри Чепман, «Пять языков любви». Кто из вас читал, может быть, когда-то слышали о ней? Знаете, там вот есть такой момент интересный, один в конце этой книги написан. Я думаю, в этой книге все классно, но вот ту главу, она вообще, она бомбовая. Все понятно с пяти языками любви. То есть несложно, все так, знаете, четко разложено, все. Но вот в одной главе он отвечает на вопросы, последняя практически, или предпоследняя, он отвечает на вопросы. И там вопрос такой был, говорит, а что делать, если у моей жены один язык любви, а у меня другой язык любви? И она пытается со мной говорить на своем языке любви, а я пытаюсь говорить с ней на своем языке любви. И вот он говорит, если вы по-настоящему любите, вы выучите его язык любви, ей, а ему, говорит, вы выучите ее язык любви. Это буквально, представьте себе, что вы вышли замуж за какого-нибудь там Уга-Гуга-Пугандийца, который разговаривает на очень таком уникальном языке, которым владеют только четыре человека в мире. И знаете, что такое любить? Это выучить его язык, выучить его кухню, выучить его традиции, выучить его привычки. Вы знаете, кто слышал, что многие интернациональные браки распадаются? Знаете почему? А потому что два человека, они не хотят оставлять свою культуру. Они говорят другими словами, я на тебе женился, ты за меня вышла замуж, у меня такие привычки, тебе надо их полюбить. А он ждет или она ждет наоборот. И поэтому эти браки распадаются очень часто. Потому что, друзья, завет любви подразумевает жертву. Он подразумевает жертву. Он базируется, он зиждется на жертве, вы понимаете? Без него ничего не существует. Вот я записал себе такой пример. Давайте, может, приведу его. Например, смотрите, первое послание Петра 2.24. Давайте прочтем этот стих. Очень интересный, кстати, стих. Прекрасный стих. Я гарантирую вам, друзья, большинство из нас с вами, мы слышали об этом стихе, но большинство из нас, мы никогда не читали его первую часть. Еще раз прочитаю вам. Давайте. Первое Петра 2.24. Если можно. Он грехи наши сам вознес телом своим на дерево, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды. Ранами его вы исцелили. Кто теперь узнает этот стих? Скажите, благодаря какой фразе вы узнаете этот стих? Ранами его мы исцелились. Мы все цитируем это место из Писания. Мы все его базируем. Ну вот записал себе так. «Основание божественного исцеления человека не в том, чтобы взять обетование последней части этого стиха и как мантру цитировать ее Богу, а в глубоком молитвенном осмыслении благодарности за пролитую кровь на кресте. Принять. Принять благословение этого стиха». Вы понимаете, что вот это, вот это, друзья, это благословение осознания человеком вот этой первой части. Понимаете это или нет? Оно работает не тогда, когда я... Ранами его вы исцелены. Ранами его исцелены. Ранами его исцелены. Нет. А когда ты понимаешь, что он телом своим на крест, дерево это крест, он на крест вознес твои болезни. Понять и осознать, какую боль он испытал. И сегодня, когда ты осмысливаешь эту боль, когда ты молитвенно размышляешь ее в своем сердце, растворяешь в этот момент, исцеление, оно не заставит себя ожидать. Но большинство людей, они забывают первой части стиха, они не могут ее даже процитировать. Скажите мне, это завет любви или нет? С его стороны, да. А с нашей, нет. Вот в этом проблема. Не размахивать направо и налево нужными тебе обетованиями или обещаниями Бога и напоминать ему о том, что он еще тебе должен. А именно благодарное принятие прекрасных последствий жизни с ним и предоставление своей жизни ему в служение. Вы знаете, какой, друзья, самый простой способ понять, что человек действительно любит Бога? Он служит ему. Поэтому, но тот, кто знает служение, понятие слова служение, служение равняется чему? Жертва. Правда? Служение равняется слову жертва. Ты не можешь по-другому ничего сделать. Только жертва. Это только жертва. Он, если ты найдешь работу, которую ты будешь любить, ты всегда будешь любить то, что ты будешь потом делать. Послушайте, это такая, знаете, такая профанация небольшая. Потому что, если ты найдешь работу, которую ты любишь, то ты уже сдох. Потому что нет такой работы, которую мы любим. На каждой работе, рано или поздно, найдется момент, когда ты скажешь, как я ненавижу работу и всех, кто на ней есть. И это нормально. Это нормально. Потому что в завете с Богом у тебя будут радости. Помните, когда мы заключаем завет, какой мы говорим? Я буду любить тебя в радости и горести. Смотрите, любить в радости, это жертва или нет? Нет. А в горести? А это жертва. Я буду любить тебя в здравии и болезни. В здравии это жертва? А в болезни жертва. Я буду любить тебя. Вообще уникальная фраза для нашего времени. В богатстве и бедности. Почему вы с ним разводитесь? Он не обеспечивает нашу семью. Так ты же вроде как обещала. Но не до такой же степени. Так подождите. А как насчет завета любви? Еще раз помните. И буду вашим Богом. Скиния Бога с человеками. Что в этой скинии? Какие заветы действуют? Он наш Бог, а мы его народ. То есть мы те, которые вступаем в эти три заветы. Еще раз напомните, какие это заветы? Первый завет истины. Второй завет верности. Третий завет любви. Завет любви, друзья. Это три завета, которые я со своей стороны. Я хочу сказать, все, кто принимали сегодня водное крещение, в принципе, вы должны были бы это осознать. Ну, вам придется это осознавать. Рано или поздно ваша жизнь с Богом, друзья, она пройдет через все эти три стадии. Я вам гарантирую, ваша дружба проходит через эти три стадии. Ваша семья, семейные отношения, если вы хотите построить настоящую семью, она будет проходить через эти три завета. Ваш бизнес, партнеры, работа с партнерами проходит через эти три стадии. Я всегда говорю людям, которые занимаются бизнесом, если ты не дошел до стадии единства, это самое глупое, что ты можешь сделать, начать бизнес с этим человеком. До стадии единства, предшествует стадия единства, предшествует четыре стадии. Сначала общение, потом отношение, это твоя позиция сердца отношения человека, потом взаимоотношение, это когда этот человек в ответ на твое отношение, он строит с тобой такие же отношения, такие же похожие. Потому что иначе, знаете, это такое, ты ему, знаете, как понять, что ты построил взаимоотношения со своей кошкой? Когда она тебе утром приносит мышу задавленную. Вот у тебя есть взаимоотношения с кошкой. Она тебя реально любит. Вы скоро придете к стадии единства. А пока она только утром приходит, мяу, 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 накорми меня, вы пока только на стадии второй, пока у вас хорошее к ней отношение. Пока она царица. А когда она начинает тебе приносить задушенную мышь, о, все, она тебе доверяет. Ну, задавленную, загрызенную. Живую. Слава Богу. Значит, очень доверяет. Понимаете? Вместе хочет провести процесс. Ну, это шутка, конечно, друзья. Вы понимаете? То есть, вот так должно происходить. Потому что у нас, у большинства, еще раз повторюсь, нам, друзья, я написал себе так. Только тот, кто умеет, смотрите, только тот, кто умеет благо дарить Бога, да, дарить благо, тот, друзья, способен благопринимать от него благословение. Тот, кто способен благо дарить, способен благопринимать. А мы все хотим, Господь, я буду тебя благодарить, если ты мне благо дашь. Дашь мне благо, я тебя поблагодарю. Странная какая-то, друзья, концепция, вы понимаете? Ну, она не божественная. То есть, ну, буквально объясню вам так. Это вот, представьте себе, что здесь есть моя жена, вот моя жена. И я ей говорю, мы с тобой классная семья. Если ты будешь мне готовить кушать, то-то, 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 тогда я буду тебе давать это. И наоборот, вы понимаете? Ну, это странная какая-то семья. Это какая-то большая фикция. Итак, друзья, вот эти три жизненных завета, вокруг них строится, слушайте, вокруг них строится взаимоотношение человека с Богом. Можно еще раз вместо исписания, то, с которого мы начали, второзаконие. Второзаконие 31.8. Еще раз, давайте прочтем этот стих теперь, друзья. Теперь с позиции трех заветов. Завет любви, ой, простите, завет истины, завет верности, завет любви. Господь сам пойдет пред тобою. Господь будет с тобою. Не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся. Хочу вам сказать, друзья, человек, который действительно оперирует, действует, живет с Богом в рамках этих трех заветов, для него это не пустые слова, для него это не пустые обещания, для него это не пустой звук, для него это не абстракция, для него каждый из этих слов является, знаете, чем? Откровением, основанием. Для него каждый из этих слов является жизнью. Оно значит для него больше, чем новости, информация, которые нас окружают, обстоятельства и так далее. Знаете, война, я не буду говорить, что война что-то показала. Еще раз, она ничего не показывает. Она нам самим показывает правду самих себе. Но есть одна вещь, которую я сегодня, спустя 500 с чем-то дней, я, наверное, могу сделать такое заключение прийти. Я знаю, что есть некоторые люди, друзья, которые испугались, и это нормально бояться вообще-то. Это нормально бояться. Но я знаю, что некоторые люди испугались настолько, что они не сумели поставить Слово Божье выше в своей жизни по значимости, чем свой страх. И вот это проблема. Давайте каждый мы с вами поразмыслим, давайте каждый поймем, что и мы сегодня созидаем свою жизнь с Богом в направлении этих трех заветов. Аминь. Давайте склоним нашу голову и мы будем молиться сейчас. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Боже, мы сегодня благодарим Тебя. Мы славим Тебя, величаем Тебя, превозносим Тебя драгоценной. Мы благословляем, Господь, сегодня Твое имя. И мы благодарны Тебе, Господь, что мы слышим Твою истину, мы слышим Твое Слово, Господь, сегодня. Во имя Иисуса Христа, Боже, Ты сегодня этим Словом накормлял нас, напаял нас, Ты давал сегодня это Слово, Господь, жизнь каждого из нас, чтобы мы могли созидать свою жизнь в соответствии с Ним. Боже, спасибо Тебе. Господь, помоги мне созидать свою жизнь, Господь, не только с Тобой, но во всех сферах моей жизни с позиции этих трех заветов – истины, верности и любви. Господь, помоги мне остаться, оказаться верным в каждом из них во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.